В прошлом видео я решал задачу типа 3, выявляя во множестве документов обозримое число интерпретируемых топиков. Просматривая выявленные топики, я выяснил, что многие из них нерелевантны теме ответственного потребления и раздельного сбора отходов. Такие темы и документы, входящие в эти темы, были размечены как нерелевантны. Условно они получили 0 в столбце релевантности, а релевантные темы и входящие в эти темы документы получили единицу. Так было размечено несколько сот документов, а всего я собрал более 7000 документов, то есть комментариев и ответов на комментарии. Всего свыше 7000, размечено несколько сотен. Пришло время прибегнуть к помощи машинного обучения с учителем, чтобы разметить или другими словами проверить релевантность неразмеченных документов. Таким образом, от задачи типа 3, решаемой в прошлом видео, я перехожу к задаче типа 2. И здесь хотелось бы отметить, что машинное обучение с учителем — это очень большая группа методов, которые помогают решать не только задачу типа 2, выявлять среди собранных документов нерелевантность, но и задачу типа 4. В этом случае вместо релевантности документам приписывался бы сентимент, то есть выражаемая ими эмоциональная нагрузка. Технически решения задачи типа 2 и задачи типа 4 очень похожи. Поэтому навык, о которых идет речь в текущем видео, применимы и для задачи типа 2, и для задачи типа 4. Поехали! Я снова с двумя скриптами. Первый более технического свойства нацелен на объединение двух датафреймов. Один датафрейм содержит в себе предобработанные тексты или, другими словами, документы по строкам и токены по столбцам, а на пересечении абсолютные или относительные частоты. И второй датафрейм, в котором вручную и происходила разметка документов, приписывание им единички, если релевантны, и нолика, если нерелевантны. В этом скрипте я их соединю. Но процесс соединения имеет нюанс. Следует проверить, что разметка непротиворечива, то есть что не получилось такого, что один и тот же документ, отнесенный к разным топикам, в одном топике был размечен как релевантный, а в другом размечен как нерелевантный. Это нужно проверить, прежде чем соединять два датафрейма. Таким образом, задачи седьмого скрипта очень просты. И если вам кажется, что вы можете их решить без того, чтобы следовать моему скрипту, конечно, лучше решить их самостоятельно. В своем скрипте я прибегаю к следующим классам, методам, атрибутам, встроенным в Python, встроенным в Pandas и встроенным в пакет Re, Regular Expressions. Почти ничего нового относительно предыдущих скриптов этой серии видео здесь нет. Разве что Value Counts. Это простейшая встроенная в Pandas и писательная статистика датафрейма. Скрипт довольно короткий. Что в нем происходит? Выгружаются два датафрейма. Один с токенами, который подавался еще для решения задачи Topic Modeling. Вот это он самый. Снова достается. И второй документ Excel, который сформирован по итогам Topic Modeling. В нем есть столбец с текстами и их номерами. Эти номера очень важно сохранять, не терять. Использовать как индекс. И релевантностью комментариев к видео, изучаемые мною теми. Как видно, некоторые здесь релевантны, многие нерелевантны. Не весь Excel документ мне нужен, а только три столбца. A, где находятся индексы. B, где находятся тексты. И G, где находится оценка релевантности. Дальше проверяю непротиворечивость разметки документов. Использую конструкцию, которую уже использовал не раз для того, чтобы достать из списка уникальные элементы. Это DataFrame с разметкой. Беру его индекс. То есть вот этот столбец. Рассматриваю этот столбец как источник ключей для словаря. Достаю ключи и помещаю их в список. И таким образом прихожу к списку уникальных индексов DataFrame. А почему они могут быть не уникальны? Очень просто как раз потому, что в процессе тематического моделирования одни и те же документы могли попасть в разные топи. И чтобы в дальнейшем не проходиться лишний раз по одним и тем же документам, я взял только уникальные значения индекса. И для удобства еще отсортировал их. Таким образом, в этом объекте находится список уникальных индексов DataFrame с размеченными документами. Теперь я ищу конфликтующую разметку. Сначала создаю пустой список, в который будут заноситься индексы документов с конфликтующей разметкой. Конфликтующая разметка – это такая разметка, что в одном случае документ оценен как релевантный, в другом случае как нерелевантный. Прохожусь циклом по списку с уникальными индексами. Выполняю визуализацию. Задаю условия. Если среднее значение релевантности документа с текущим номером i, который соответствует по очереди каждому индексу из этого списка. Так вот, если среднее значение релевантности больше нуля и меньше единицы, тогда этот номер, этот индекс попадает в список конфликтов, список документов с конфликтующей разметкой. Почему так? Все очень просто. Если условно какой-то документ, один и тот же, у него один и тот же индекс, в одном топике помечен как ноль, а в другом топике помечен как единица, то средняя релевантность у него будет 0,5. Как раз подпадает под это условие. Если же противоречий в разметке нет, то среднее значение разметки для такого документа будет либо ноль, либо единица, и условие не выполнится. Что получилось? Визуализация, 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 очень длинная визуализация, очень длинная визуализация. Три документа оказались с конфликтующей разметкой. Дальше с ними надо поработать. Их надо вывести, посмотреть на них. В этом чанке я и вывожу полные тексты документов с конфликтующей разметкой и записываю их в новый датафрейм. Вот здесь записываю новый датафрейм, вот здесь вывожу. Вот здесь прохожусь циклом по индексам документов с конфликтующей разметкой, которые я получил в предыдущем чанке. Чтобы было удобнее, еще ставлю множественные тире между документами, чтобы удобнее было визуально один от другого отделять. Вот раз, два и три. Три документа. И вот датафрейм с этими документами. Обращаю ваше внимание, что здесь я использую атрибут для индексирования не log, а iLog. iLog обращается именно к номерам строк и столбцов, поскольку очевидно, что документ с конфликтующей разметкой представлен в датафрейме с разметкой. В датафрейме с разметкой несколько раз, иначе конфликта и не было. Нет смысла выводить несколько раз этот документ. Есть смысл вывести один раз. То есть первый раз, когда он встречается. Ну вот поэтому я и обращаюсь через iLog к этому документу, когда он появляется первый раз. Вот здесь формируется вспомогательный датафрейм, вспомогательный на каждой итерации, даже без имени, вспомогательный датафрейм, в котором только этот документ с конфликтующей разметкой, только он. Дальше я его индексирую при помощи iLog. Если эта конструкция не очень понятна, выведите в отдельный чанг то, что я здесь выделил. Выведите и посмотрите, что получается. Если, конечно, у вас в принципе есть документы с конфликтующей разметкой. И в следующей строчке внутри цикла я записываю в этот список, в новый, который я здесь задал. Я записываю текст документа с конфликтующей разметкой. А уже здесь, на основе составленного списка, я и формирую вот этот вспомогательный датафрейм. Указываю, что столбец называется, текст на предобработку. Индексами этого датафрейма выступают индексы из предыдущего чанга. Вот они. Индексы документов с конфликтующей разметкой. Их у меня три. Вот они. И вот они. А теперь надо уточнить разметку, устранить противоречия. Для этого я использую команду input. Эта команда позволяет при запуске вводить что-то с клавиатуры. Появится окно, в которое надо будет вводить правильную разметку. Сначала для первого документа я ввел 0, то он нерелевантен. Потом для второго документа тоже 0, тоже нерелевантен. Я так оцениваю. И, наконец, третий документ релевантен. Таким образом, для трех документов я исправляю разметку. Прохожусь циклом по вот этому вспомогательному датафрейму и в дополнительный столбец в этом датафрейме, который называется релевантность теме исследования, он здесь сейчас появится правее. Я ввожу нужное число 0 или 1 при помощи как раз команды input. Причем еще уточняю, что результат должен быть целым числом. То есть все, что я введу после запуска команды, должно быть оформлено как класс Integer. Проверяю, что получилось. Теперь я обращаюсь к исходному документу с разметкой релевантности. К исходному, к тому, где все документы, которые были размечены. К нему обращаюсь. Индексирую его при помощи атрибута log. Беру только индексы документов с конфликтующей разметкой. Видите, таких документов здесь. 3, 4 и 3. И беру все имеющиеся столбцы. Благо, их у меня всего 2. И вижу, что теперь конфликтов разметки нет. Раньше конфликт был. Удаляю дубликаты. Только теперь я могу удалить дубликаты. Раньше я не мог этого делать. Потому что раньше были противоречия. Если я раньше попробовал бы удалять дубликаты, то у меня остались бы дублирующие документы с разной разметкой. И теперь я могу соединить документы, которые были размечены, с исходной матрицей документы-токены. Эта матрица уже, наверное, знакомая вам. Сначала идут столбцы из DataFrame с релевантностью. И потом идет матрица с токенами. Здесь идут пропуски. Not a number. Потому что эти документы не были размечены. Они не попали в топики и не были размечены. А вот этот, например, был размечен. Он релевант. Все в порядке. Также можно вывести отдельно два столбца. Текст на предобработку и сниппетекст original. Чтобы убедиться визуально, что никакого нарушения порядка документов не произошло. При конкатенации. И не должно было такого произойти. Потому что я ориентировался на индексы. Индексы – это фактически номера документов. Я их не терял. Я ими пользовался при конкатенации. Поэтому конкатенация произошла аккуратно и правильно. Метод valueCounts позволяет посмотреть на абсолютные частоты. Или если здесь применить атрибут normalize, тогда будут доли. Удаляю столбец текст на предобработку. Он мне нужен был только для того, чтобы визуально сравнить с текст original. Убедиться в отсутствии нарушений при конкатенации. И сохраняю полученную матрицу в формате ccsv. Сохранение происходит с индексом. Поскольку я не говорил о том, что индекс должен быть удален. За 2 минуты произошло сохранение. Это, можно сказать, вспомогательный скрипт. Хотя и важный. Потому что противоречивость разметки, если она есть и не устранена, в дальнейшем приведет к проблемам. Следующий скрипт основной. В этом скрипте снова решается ряд более технических и более содержательных задач. Давайте я их покажу. Если вы предполагаете, что сможете их решить без следования скрипту, вы решите, я буду применять базовый, простейший метод машинного обучения с учителем дерево классификации чей на бинарных предикторах. Этот метод базовый в том смысле, что он лежит в основе очень многих более сложных методов машинного обучения с учителем и бустинга, и случайных лесов. Но, во-первых, это учебное видео, поэтому начинать надо с простого. И, во-вторых, у меня он отработал прекрасно, дал высококачественный результат. Поэтому для моего содержательного кейса чейд с бинарными предикторами выглядит вполне достаточно. Три этапа в этом скрипте. Загрузка и подготовка данных. Поскольку предполагается чейд на бинарных предикторах, то следует заменить все частоты токенов, превышающие 0, на единицу. Дальше следует разделить датафрейм общий на неразмеченный датафрейм и учительский датафрейм, и, в свою очередь, учительский датафрейм на обучающий и тестовый в пропорции 3 к 1. То есть обучающий 75%, тестовый 25%. И, наконец, внутри обучающего датафрейма следует проверить, вдруг какие-то токены из переменных стали константами, то есть имеют нулевую дисперсию. Такие токены следует исключить из списка предикторов. Вторая задача, собственно, обучение дерева чейд на бинарных предикторах. Я использую наш пакет рандан, относящийся к нему класс чейд классифайер. Задача обучения дерева и вывода параметров качества полученной модели решается через один чанг, всего один. И, наконец, обученная модель должна разметить документы в неразмеченном датафрейме. И после того, как неразмеченные данные будут размечены, два датафрейма, неразмеченные учительские, должны быть объединены для дальнейшей работы. Объединенный датафрейм и станет результатом работы данного скрипта. После того, как объединенный датафрейм получен, я буду видеть, какие документы релевантны, какие нерелевантны. И уже только релевантные документы я могу снова подать в топик моделинг. Еще раз построить топики, чтобы получить дополнительные топики, которые я не мог получить на непоочищенных данных. В силу того, что нерелевантные документы перетягивали на себя внимание алгоритмов топик моделинг. И получались топики, нерелевантные моей теме. На очищенных данных этого не будет, следовательно, могут быть выявлены дополнительные релевантные топики. Если вы полагаете, что можете решить эти три задачи без того, чтобы следовать моему скрипту, рекомендую так и сделать. Я же в своем скрипте опираюсь на следующие пакеты, классы, методы и атрибуты. Здесь, во-первых, появляется ChateClassifier и его методы Fit и Predict. И появляется метод пандеса Var, Variance, Dispersia. Все остальное встречалось в предыдущих видео. Ничего сложного. Поехали. Достаю матрицу с релевантностью, которую я получил в предыдущем скрипте. Обозначаю, что зависимой переменной выступает столбец релевантности теми исследований, записывая в отдельный объект. Удаляю строки DataFrame, в которых находятся либо миссинги по столбцу предобработанный текст, либо ничто. Это не миссинг, но и не текст. Да, такие документы, которые остались после предобработки, есть, и я от них избавляюсь. Здесь я обосновываю целесообразность применения Chate именно на бинарных предикторах. Временно разделяю общий DataFrame на два технических DataFrame. DataFrame, в который входят столбцы с текстами, ну или с документами, что синоним в рамках TextMining. И второй DataFrame, содержащий только объект Tokens. Известный уже вам атрибут Callings. И вот такой очень простой командой я заменяю все частоты токенов, превышающие или равные единицы. Заменяю их все на единицы. Проверяю, чтобы у меня в DataFrame с токенами не осталось частот больше единиц. Действительно, ноль ячеек с частотами выше единичных. Таким образом, в DataFrame DataTokens остались только частоты 0 и 1, и можно снова объединить два DataFrame. DataFrame с документами и DataFrame с токенами. И я их объединяю. Теперь немного поработаю с зависимой переменной, которая выступает как учитель, в чейде. Простейшая писательная статистика. Я уже в предыдущем скрипте применял ValueCounts, но здесь я применяю его, этот метод, с аргументом Normalize, чтобы увидеть доли. Если вы помните, 855 валидных значений я уже видел в предыдущем скрипте. И здесь воспроизводится это число. Теперь делю DataFrame на размеченный и неразмеченный. Tagged, untagged. В tagged пойдет та часть исходного DataFrame, в которой по зависимой переменной, то есть по релевантности, не пропуски. А в untagged пойдет та часть исходного DataFrame, где пропуски. DataFrame размеченный, 855 строк, и неразмеченный, 6412 строк. Вместо NAF по итогу работы моего скрипта здесь будут нолики и единички. Теперь учительский DataFrame надо разделить еще на 2. На обучающую выборку 75% и тестовую, как я уже выше и обещал. У Pandas есть метод sample, как раз и позволяющий выполнить вероятностный отбор части строк DataFrame. Надо указать, какую долю следует отобрать в 75% или 0.75 доля, десятичная доля. И желательно указать RandomState. RandomState обеспечивает как раз одинаковые результаты работы генератора случайных чисел при повторных запусках. Если его не указывать, тогда каждый раз будет новый RandomState имплицитно задаваться, и результаты будут меняться. То есть конкретный набор строчек DataFrame, отобранных этим методом, методом sample, будет различаться. Но статистические результаты должны будут оставаться одними и теми же. Но чтобы процесс отбора, случайного вероятностного отбора строк DataFrame был контролируем, лучше задавать RandomState. Дальше любое число натуральное. Тестовая же выборка – это то, что не вошло в обучающую выборку. То есть здесь будет 25%. Как я ее получаю? Я выбрасываю из учительского DataFrame, то есть размеченного DataFrame, те строчки, которые попали в обучающую выборку. Еще раз есть учительский DataFrame, и он делится на обучающую выборку и тестовую выборку. Обучающая выборка – 641 строка. Тестовая выборка – 214 строк. На обучающей выборке модель обучится, на тестовой выборке модель проверится, что она реально работоспособна, и можно ее генерализировать. Снова простейшая описательная статистика зависимой переменной уже на обучающей выборке. Следует отметить, что когда зависимая переменная бинарная, у меня получаются и зависимые переменные бинарные 0.1, и предикторы бинарные 0.1. Не встречает ли – встречается. Так вот, когда зависимая переменная бинарная, оптимально, чтобы она распределялась примерно 50 на 50. Иначе дерево будет труднее обучаться, и обучение может быть менее эффективным. Теперь, как я и обещал, надо проверить, все ли токены внутри обучающей выборки обладают дисперсией. Вот объяснение, почему это может не соответствовать действительности. Вот все токены. Токенс, помните, я этот список раньше сформировал. Вот теперь я к нему обратился. Это датафрейм с обучающей выборкой. Вывел только токены. Здесь я по одной команде в чанг помещаю, чтобы было понятно, что происходит. Применяю ко всем этим столбцам этот вар. Вот дисперсии. Вот, например, для токена ясный я вижу 0. То есть для токена ясный, он где-то там справа ясный, для него все частоты равны 0, нет дисперсии. Такой токен не подойдет. Но только ли он не подойдет? Надо проверить. Я вот эту конструкцию, фактически это есть столбец датафрейма. Кстати, столбец датафрейма называется Series. Так вот, этот столбец датафрейма, который получился после того, как я столбцы этого датафрейма проверил методом вар, я сортирую его значение, и вверх поднимаются те токены, которые как раз имеют минимальную, то есть нулевую дисперсию. Вот они. Я вижу, что ясный, ясный вот этот токен, он не один, имеет нулевую дисперсию. Таких токенов больше, надо с ними поработать. Вот эту конструкцию я взял уже без sort values, но приравнял 0. Проверяю равенство 0. Опять же, ясный true. Мне надо исключить токены, которые имеют дисперсию равную нулю. Я их здесь вывожу в этом чанке. Вот они, смотрите, сколько их много. Их дофига. Их я исключу. На всякий случай проверю, что этот объект, который я здесь в этом чанке сформировал, он называется tokens out, то есть токены на вылет. Проверю на всякий случай, что вот, например, первый объект из этого списка, какая у него дисперсия. Вот я проверил, дисперсия равна нулю. Все, корректно. Лишняя проверка никогда не помешает. И, наконец, здесь я формирую объект tokens in. Это те токены, которые пойдут в качестве предикторов обучать модель. Опять же, конструкция уже знакомая с варом. Индексирование. Я беру только те строчки вот этого датафрейма, которых не 0. Видите? Я только их беру. Беру их индексы, потому что токены у меня записаны в качестве индекса. Здесь. Вот они, это индекс. Вот это вот датафрейма вспомогательный. Вот их еще больше. Очень хорошо. Чем больше предикторов, тем лучше. И я посчитал их. Их 5297. Вполне достаточно предикторов, чтобы обучить модель. Обучаю. То есть, перехожу уже к следующей большой задаче. Она большая по времени, хотя в ней всего один чат. Много предикторов, поэтому не самая простая процедура. Я настраиваю сам класс. Указываю, что уровней в дереве может быть сколько угодно. Не ограничиваю разветвленность дерева. Указываю, что минимальный размер узла дерева должен быть равен 10. Сейчас объясню, что это такое. Смотрите, само дерево. Оно не очень большое получилось. У него глубина получается. Раз, два, три, четыре, пять. И на каждом уровне у него всего два отростка. Здесь представлено безусловное распределение зависимой перемены. Напоминаю, зависимая перемена – это релевантность темы исследования. Релевантен, нерелевантен. Мода один. То есть, большинство документов в обучающей выборке релевантно. А всего в обучающей выборке 641 документ. Если в документе встречается слово «мусор», встречается, то есть один, то такой предиктор с единичным значением способствует релевантности документа. То есть, если в документе есть слово «мусор», то он, скорее всего, релевантен. А если нет слова «мусор», то, скорее, нерелевантен. Но, смотрим сюда. Если нет слова «мусор», но при этом есть слово «отходы», то, скорее, релевантен. Если же нет слова «мусор» и нет слова «отходы», но есть слово «пластик», то, опять же, скорее релевантен. Если же нет слова «мусор», ни слова «отходы», ни слова «пластик», но есть слово «пакет», то, опять же, релевантен. Если нет и слова «пакет», но есть слово «переработка», то релевантен. Но, если уж нет ни слова «мусор», ни слова «отходы», ни слова «пластик», ни слова «пакет», ни слова «переработка», тогда уж извините, других вариантов нет, нерелевантен. Получилось, что из почти 6000 предикторов только эти 5 определяют, релевантен документ или не релевантен. Но я обещал объяснить, а что такое min child node. Что это значит? Почему стоит 10? Это значит, что в каждом узле, вот это все узлы дерева, это node 0, корневой узел, а это остальные узлы. В каждом узле дерева, причем child, есть узлы родительские, вот этот узел родительский относительно этого. Этот родительский относительно этого. Этот, соответственно, child, вот этот child относительно этого. Этот child относительно этого. Этот child относительно этого. И так далее. Так вот, в каждом child узле, ну, можно сказать детском, но как-то по-русски не очень, должно быть не менее 10 документов. Не менее 10. Чтобы каждый узел был в какой-то мере представителен. Потому что если в узле будет один документ, ну, что это за узел? Он абсолютно непредставительный, а 10 уже что-то. Чем больше поставить величину min child node, тем меньше вероятность переобучения модели. Что такое переобучение модели? Это ситуация, когда на обучающей выборке модель отлично строится, у нее высокое качество. А когда мы переходим к проверке этой же модели на тестовой выборке, она оказывается гораздо хуже. Это ситуация переобучения. Чтобы ее избежать, есть много способов. Один из них – контролировать величину child node. Что я сделал? Проконтролировал. Поставил 10. В итоге у меня получилась хорошая, непереобученная модель. Если бы получилась переобученная, я бы увеличил величину child node. Чуть позже покажу, как я узнал, что модель непереобучена. Так вот. И применяю дальше метод fit. То есть сначала я запускаю класс, и потом сразу же в этом чанке метод fit. Мог бы и по отдельности сначала в одном чанке сделать вот эту конструкцию. Записать вот в объект chade, записать результаты применения, точнее, скажем так, настройки класса chade classifier. А потом снова к методу chade применить метод fit. Чтобы уже запустить обучение модели, подаю внутрь сами данные, обучающую выборку. Указываю, что зависимые переменные в этом объекте, предикторы в этом списке и тестовая выборка. Вот она. Все это раньше я определил в чанках выше. Так вот, как я узнал, что модель непереобучена. Посмотрим на метрики качества модели. Вот они. На обучающей выборке и на тестовой выборке. Самая показательная метрика это fscore. fscore от 0 до 1 изменяется. И в моем случае она на обучающей выборке равна в среднем и для категории 0, и для категории 1 в среднем 0,797. А для тестовой выборки 0,775. Разница минимальна. Почти нету разницы между fscore для обучающей выборки и для тестовой выборки. Это очень хорошо. Модель непереобучена. У меня есть уверенность в этой модели в том плане, что я могу ее генерализовать на все остальные документы. А что значит генерализовать? Это и значит доверить этой модели разметку неразмеченных документов. К этой задаче я и перехожу, разве что обращаю ваше внимание на атрибут этого класса ChateClassifier, очень полезный. Я его не использую, но можете использовать, посмотреть, что там будет. И метод getItInteractions. То есть вы можете взять тот объект, куда вы записали результаты работы класса ChateClassifier. То есть у меня это Chate. Chate.nodes, чтобы посмотреть, как работает этот атрибут. Или Chate.getInteractions, чтобы посмотреть, что будет, если применить этот метод. А я иду дальше. И вот, наконец, последний этап этого скрипта. Это использовать обученный Chate, то есть модель, для разметки неразмеченных документов. Применяю метод predict. Опять же, Chate. Куда записаны результаты обучения модели. И к каким данным надо применить. Я указываю dateUntagged. Я выше формировал этот DataFrame. Кто забыл, поднимитесь наверх, посмотрите. Работает довольно быстро. За одну минуту примерно 6 тысяч документов размечаются. Результаты обучения записываются в объект Predictions. Можете вывести отдельно DataFrame Predictions. В нем всего один столбец. Он называется «Огливанность теми исследования» в скобочках predicted. В этом столбце нолики и единички. Причем единичек 1291. Видите, я сумму взял. То есть из почти 6 тысяч документов только 1291 признан деревом как релевант. Но у меня качественное дерево, поэтому я доверяю. Дальше я конкатинирую неразмеченный DataFrame и столбец Predictions. То есть отдельный DataFrame Predictions с одним столбцом. И вот теперь здесь у меня столбец Predictions. Теперь он часть общего DataFrame. И все остальные столбцы уже знакомы и вам. Это я сформировал DataUntagged. Он теперь, можно сказать, tagged, но машинно tagged. Посмотрите, здесь есть документ. Я визуально его обнаружил. Который релевантен, но при этом помечен как нерелевантный. А почему? Потому что была ошибка лиматизации. Пластик здесь был релематизирован как пластика. Если бы лиматизатор не ошибся, то здесь бы стояло слово «пластик». И поскольку слово «пластик» входит в список значимых предикторов, то этот документ был бы определен как релевантный. А он определен как нерелевантный. Увы, от таких ошибок никто не застрахован. Тем более, работая с русскоязычными документами. Русский язык очень богат. Дальше я конкатинирую DataUntagged. То есть DataFrame с машинно размеченными документами. И DataFrame учительский, на котором я и обучал дерево. Вот получилось. Нужны столбцы. Здесь заполнены ячейки столбца Predicted, то есть машинно предсказанные значения. А внизу строки из учительского DataFrame. Здесь, соответственно, пропуски по этому столбцу. И наоборот, нолики-единички по этому столбцу. Вручную размеченные значения. Два столбца, чтобы не путать. Здесь машинная разметка, здесь разметка вручную. Причем, видите, я здесь вывел только те строки DataFrame, которые либо машины предсказаны как релевантные, либо вручную помечены как релевантные. И таких документов в сумме 1792. Именно их я подам на вход повторному тематическому моделированию. Но это будет уже дальше. А сейчас заканчиваем. Я отправляю общий DataFrame под именем матрица Relevance.SL Supervised Learning в формате CSV храниться на мой жесткий диск. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...